встанем все для молитвы пошло царю небесный утешителю души истины и живи везде сын и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю прийди и вселися вны и очистен и от всякие стверны и спаси блаже души на господи благослови нас на эти занятия слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей просвети светом евангелия душу мою господи тебе за все хвала слава честь и поклонение отец сын и святой дух аминь аминь во имя отца и сына и святаго духа аминь как сейчас слышно нормально нормально хорошо продолжаем противосектантские темы вот кратко скажу что на прошлом занятии мы разобрали два возражения сектантов что не нужно церкви никакого священства и на земле все христиане равны и по слову божию все верно называется священниками я напоминаю что занятия сейчас у нас идут по второму тому открытым оком страница мы остановились 440 противосектантские темы 440 и третье возражение продолжим читать сектанта значит возражение такое церкви не должно быть пастырей и посомых в ней все равны вот просили на прошлом занятии читать медленнее но буду медленнее читать предложение принято и на что они опираются сектанты галатам 328 нет уже иудея не язычника нет ни мужеского пола не женского ибо все вы одно во христе иисусе и что говорит православный при этом здесь говорится не о равенстве членов церкви по их положению а о безразличии в деле спасения национальности происхождения и пола послание галатам написано против христиан иудеев гордившихся перед христианами из язычников своим происхождением от самого авраама апостол говорит что царство небесное открыто для всех будь то иудей или елен грек раб или свободный и тому подобное положение же членов церкви в деле учения священнодействия и управление не одинаково есть наставники и наставляемые учителя и учащиеся пастыри и посломы послание к евреям 13 7 упоминайте наставников ваши которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их послание к римлянам 12 глава 7 8 стихи имеешь ли служение пребывая в служении учитель ли в учении 1 петра 5 по 5 5 пастыря младшие повинуйтесь далее в этом отношении есть различие между мужчиной и женщины жены ваши в церквах да молчат 1 коринфянам 14 глава 34 35 стихи ибо не позволено им говорить если они хотят чему научиться пусть спрашивает о том дома у мужей своих ибо неприлично жене говорить церкви вот это возражение сектанта рассмотрели третье ну и как всегда приводят места вот галатам 328 не к месту ну по их конечно убеждению по их неправильной вере они считают конечно это правильно но должны опровергнуть это то есть первый такой довод это разумный что о чем здесь говорится кто сказал да когда сказал кому с какой целью здесь говорится не о равенстве членов церкви ну и дальше уже а потом приводится в места писания так но и на тихонич дополнить и что-то тут первый говорит сектант обычно как мы видим что православные им разъясняют здесь совершенно другой подход что они говорят со стороны смотрят это наши судьи и как им нужно отвечать да это еще надо разобрать вот эти места и какие он приводит места все их надо разъяснять они просто как вот им когда говоришь они даже тебя не слышат он свое дал донит и вот он привел какие места писания мы теперь даже показать что он их понимает правильно или неправильно и тогда что он хочет сказать в опровержении его мест писания то показать как надо и какое место писания опровергает я тут еще добавлять не могу только определенное место писания в этом вся суть в них давайте в них от все что принимали участие каждого спрашивать надо чем он согласен не согласен сектантом правильно нет делает замечание что какие пастыри зачем когда все равны во христе иисусе все пока спасибо христос так вопросы вопросы по пройденным как бы сказать возражением что все таки это место означает ибо все мы одно во христе иисусе не надо никаких нам пастыри я роль сектанта буду играть сегодня можно что имеется ввиду конкретно говорится при ответе православного что здесь говорится о безразличии в деле спасения национальности происхождение пола то есть спасение для всех какая разница что-то иудей язычник да еще черный там ты или белый или желтого какого цвета кожи и женщина может спастись и мужчина нет уже все в одном во христе иисусе спасение для всех христос пришел спасти всех но не о том речь что именно что не надо пастыри послом их вот тут как раз и лукавство заложено написано нет ни иудея не язычника да на это надо обратить внимание а нет пастыри послом их это разные вещи да конечно и надо обязательно ставить вот он в сектант выдергивает из контекста библии стих там или несколько стихов кто сказал надо ставить вопрос ну когда сказал с какой целью кому сказал а он выдергивает и все и нет уже различие не надо никаких священников он этим лукавит уловляет понятно но сказано галатом апостолом павлом когда ну понятно когда там написано первый век а с какой целью то есть значит они считали что язычники не спасутся и с этой целью он это ему увещает и некоторые считали что наверное раз он говорит нет мужского пола ни женского некоторые считали что женщины не спасутся наверное такие тоже были раз он как бы тут через точку с запятой все и про это и про иудея язычника говорит и про женский и мужской пол ибо все мы родного христе иисусе то есть спасение для всего человечества а не только для бога избранного народа а по пастырь и пособах здесь вообще речи нет да конечно то есть у галатов была некая такая гордость что ну галаты иудействующие так я понимаю вот и они гордились перед христианами из язычников что они происходили от самого авраама этим самым как бы они превозносились но апостол павел это старается как бы сказать уврачивать что нет уже иудея не язычников для спасения для всех чем гордиться то правильно я понимаю или нет участвуйте более активно все участвуйте по возможности мое понимание верно или нет верное сомнение пока нет никаких ну здесь так объяснено ну еще какие вопросы еще что непонятно если нет ничего дальше идем вот то что я ну вот видел как и Игнат Тихонович там беседует и здесь вот мы читаем важно только чтобы сектант он различные вопросы как у кого-то там микрофон не отключен проверьте микрофон чтобы он забрасывал как бы не забрасывал тебя вопросами всякими а именно держать его в одной колье в одной теме так сказать вот вот писание вот стих и нужно от этого не отходить а он начинает плавать ну понятно кто это крутит им так и здесь тоже от этого вот он привел галатам 328 и все и держать это так давайте разъясним вот православные конечно это все кратко сказано а в беседах бывает по-разному у нас был случай когда братья там беседовали брали пособие я не знаю какое или это или что-то еще не брали но что-то пошло не по пособию не по плану пошло ну такое зачастую бывает то есть здесь тоже надо и молиться и хорошо писание знать и чтобы не один ты там был среди волков в овечьей шкуре так еще есть вопросы по этому возражению идем дальше четвертое возражение по вопросу нету у меня предложение еще пожалуйста озвучиваю такое предложение что когда один читает по ролям такое что давай допустим православный будет один читать человек а сектант будет другой человек читать ну хорошо я можно буду сектанта сегодня играть роль давай у вас истины как это у меня будет получаться а вы меня на путь наставлять будете согласны согласен вот я еще хочу сказать мы недавно вот совсем буквально на днях смотрели вот видеоролик где Игнатий Тихонович беседует с одной сектанткой и она там как понесла как из пулемета с одного места на другое скачет одно друг приводит другое приводит и вот тут попробуй и что-то докажи только Игнатий Тихонович может разобраться в этой мешанине так что тут ты не угадаешь ну вот для этого у нас и проводим эти занятия чтобы не только Игнатий Тихонович разбирался и мы учились этому так ну еще есть что-то идем дальше ну сектант пожалуйста правоучительство так можно да да правоучительство имеет каждый а не одни священники евангелие от марка 9 глава 38 по 46 стихи пресим Иоанн сказал учитель мы видели человека который именем твоим изгоняет бесов а не ходит за ним и запретили ему потому что не ходит за нами Иисус сказал не запрещайте ему ибо никто сотворивший чудо имени моим не может вскоре злословить меня ибо кто не против вас тот за вас каждый может так Иисус сказал не запрещайте нам ответ православного приведенное место в писании говорит не о даре учительства а о даре чудес 1 коринфянам 12 глава с 8 по 10 стихи и иных Бог поставил церкви во первых апостолами во вторых пророками в третьих учителями далее иным дал силы чудодейственные также дары исцелений вспоможения управления разные языки Деяния 19 глава 13 по 15 стихи даже некоторые скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса говоря заклинаем вас Иисусом которого Павел проповедует это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы но злой дух сказал в ответ Иисуса знаю и Павел неизвестен а вы кто так цитата закончилась новозаветного священства тогда еще и не существовало на земле так как оно было установлено после воскресения Иисуса Христа то есть священства еще не было то же самое приводится Евангелие от Марка не к месту то есть подмена совершается что говорится не о даре учительства а именно о даре чудес так ну пожалуйста вопросы так вот эти неизвестные ходящие они совершали чудеса только лишь и не более того так да но здесь и говорится в отрывке мы видели человека который именем то им изгоняет бесов именно о чудесах так говорилось понятно а не об учительстве так еще что тут написано ибо никто сотворивший чудо именем изгнание бесов чудо являлось в то время да и в наше попробуй изгнать тоже да они сектанты передергивают значит что теперь может учить каждый поэт и сам благословил на это они нас сектанты именно так мы теперь тоже можем учить кто такие православные а если пастырь не учат неужели никто в церкви не может больше учить кроме как священников это Виталий фонит там у тебя сильно да нет колонок Виталий еще раз я не расслышал еще вопрос какой я повторю я расслышал если священники не учат то может ли в церкви учить не священник есть такие каноны запрещающие мирянам в церкви допустим проповеди говорить Игнатов Сергей может ответить пожалуйста Игнатов Сергей это 64 правило 5 6 Трульского собора в котором написано о запрете мирянам произнести публичной проповеди догматического содержания в храме ну а за пределами храма это другое дело или когда допустим задают вопрос тебе тогда тоже нужно отвечать поэтому есть только место и время где это запрещено и не приветствуется и есть место время где это дозволено поэтому если в храме не дозволяется потому что священник есть он там хозяин есть правила 64 Трульского собора то в других других местах и когда вопросы задают отвечать нужно и можно у меня все отошел еще просьба Игнатов Сергей напишите в чате собор правило какое и а в церкви можно проповедовать кому чтецам оказывается можно чтецам даже чтецам да минимум дьяконом ну естественно священники архиереи это обязаны но если все таки он священник не проповедует а правила не запрещает как быть тогда вне храма просто учить народу начинать если ревность по богу имеется ну обличать можно и нужно обличать ну а старших увещевать какую благовидную цель имеет ввиду потому что есть начальники тогда ну и сказано что меньший подчиняется большему начальники зачем меньшему вылазить ну имеется ввиду как бы иерархия тут такая да ну а если он не проповедует тогда как бы увещевать чтобы он начал проповедовать либо благословил тебя или меня кто-то кто желает да но он не может благословить человеку дело в нарушении канонов поэтому если священник это не делает ну пишите обращайтесь к нему стучитесь а примет он это или нет это уже это сказать ему господь судья может по неотступнуть и скажет давайте я рукоположу вперед чудо может произойти такое можно сказать так Володя да пожалуйста сейчас Сергей сказал что может быть тебя благословлю там рукоположу и ты будешь проповедовать в храме вот единичный случай был брат Андрея Смелягин по благословению священников у меня тоже был небольшой опыт с священником встречался они все почти три три священника мне предлагали иди иди учись семинарию мы потом тебе дадим место и будешь там проводить занятия с людьми у меня был один случай один священник отец Андрей там на Урале вот он нам с братом Андреем Смелягином разрешил проповедовать ходить там в местную больницу у них там небольшой ларек есть и вот там возле него стоять и проповедать людям Слово Божие я пошел первый начал говорить но я же начал говорить все поистине по правде то есть ничего не скрывать что у нас в храме тоже творится вот и а женщина была рядом которая торговала иконками и свечами и она пошла священнику все рассказала и тот на следующий раз сказал я тебя не благословляю я говорю а почему вам же там не надо присутствовать нет я не благословляю и все и больше не допустил меня туда то есть если ты будешь до конца истину говорить тебя любой священник просто запретит и все здесь вот только выход как у нас вот отдельно проводить занятия людей приглашать беседовать с ними можно и попробовать со священником это никто не запрещает так можно да пожалуйста еще что ну вот в нашем храме вообще слова о евангелии не было чтобы вот проповедник говорил читайте евангелие я несколько раз батюшке говорила батюшка ну почему же так вы говорите чтоб пасва читала и вот слава богу начали говорить чтобы пасва читала слово знала знакомилась аллилуйя молиться увещевать надо пастори конечно же это вот вот у нас тоже сегодня батюшка начал проводить занятия ну интересно люди были ну конечно он начал с богослужения объяснения и потом начались вопросы ну а потом мне Катя говорит а я говорю хотела ему вот сказать вот так вот так батюшка вот давайте начнем со священного писания я говорю Катя тебя не поймут и ты только разослишь других людей и я это уже так понимаю что от этого они слушать не будут а вот будет там всяко по сторонам ходить что-то говорить по сторонам ходить так идем дальше вопрос поступил я зачитаю вопрос Евангелие от Матфея 7.22 многие скажут мне в тот день Господи, Господи не от Твоего ли имени мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающее беззаконие и вопрос такой в чем состоит беззаконие можно ли это отнести к сектантам вопрос к Игнатию Тихоновичу ну-ка давайте еще вернемся назад считай все заново от Матфея 7.22 многие скажут мне в тот день Господи, Господи не от Твоего ли имени мы пророчествовали не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающее беззаконие и вопрос в чем состоит беззаконие можно ли это отнести к сектантам ну в первую очередь надо к себе это взять проповедует иногда таких людей говорят вот он за кафедрой стоит такое желание чтобы никогда с кафедры не сходил а проповедовал такой хороший проповедник а живет то совсем не так и когда сойдет другая молитва хоть бы никогда больше на кафедру не заходил вот такое чтобы не было он беззаконник он живет в блуде там еще что-то ворует а проповедник хороший и он думает этим спастись нет наипаче же верным а которые верные верные это которые исполняют и верные христиане вот это делатели беззаконие в первую очередь это так нам относится акцентантам я не знаю как они живут потому что надо ближе знакомиться и тоже сказать на это не надейтесь а они то беззаконники уже в нарушении всего им это не дано вот у нас ну я проповедовал много лет а в храме нет когда батюшки нету там в трапезной столы опрокидывали вот здесь в Барнауле вот сейчас и я там проповедовал но приехала епископ иптихи и он меня рукоположил в домашней церкви чтобы я мог проповедовать и при епископах ну тогда мне двери открылись больше где бы я ни был в храмах предоставляется слово сказать но я здесь не проповедую но если батюшки нету и они ленятся там прочитать проповедь златоуста тогда я выхожу на проповедь вот так вот так делатель беззакония это живет человек безбожной скверной жизнью а проповедует дар действует через него вот таким он и скажет тебе пользы никакой нету а вот ты трудился и никто не обратился ты прошлый раз говорил об этом златоуст говорит больше награду получат бог дает награду за труды а не за то что обратился не обратился мы даже и стараться должны молиться а уж обратиться нет как богу угодно вопрос поступил так еще какие вопросы вопрос поступил пожалуйста чата в контакте что плохого делают свидетели еговы ведь учат библии какой-то это писк посмотрите что там у вас повторите еще какое зло делают свидетели еговы ведь учат они библии хорошему учат они же по библии все говорят а зло то какое от них вот такой вопрос кому вопрос Игнат Тихмановичу я думаю да Игнат Тихманович давайте по порядку посмотрим их бывают там сектанты эретики их даже нельзя назвать сектантами эретиками они к христианству то никакого отношения не имеют что они делают под видом проповеди Христу распространяется свое совершенно ложное учение они говорят Христос это Архангел Михаил в таком виде явился ну а где христианство то Христа как такового нету он творение творение Божие не Бог я его библии у них нету они сейчас полностью отказались от него где-то там может берут а так у них новый всемирный перевод у меня она есть эта библия там еще нету это просто читать жутко написано три свидетельствует на небе они эти места выбросили их как будто никогда и не было говорят такие-то списки там не было ну то есть все что они делают мы говорим о вере сейчас не о делах а они кровь не переливают и поэтому умирает их так умирает это они умирает и радуйся что меньше сектантов будет так это обман никто не умирает из них людей наоборот да заражают еще я вот готовился когда к поездке по Европе тут мне завещание сделали Виктор Андреевич там заплатил на немецком английском французском на русском четыре языка что я запрещаю мне переливать кровь и то что я яговист какой-то просто не хочу и все и запрещаю брать какие-то органы ну какие мои органы мое житие как этот пуговкин говорил житие мое какое оно житие это собачьем сердце житие мое ну вот так ответ такой вопрос поступил на ютюбе из ютюба Джон Шеридан некий вопрос к Игна Тихоновичу какой самый первый шаг должен быть если вот уверовал например в первую очередь библию прочитать или сразу в церковь на исповедь или что еще самый первый шаг самый первый шаг это вера слово Божие чтобы ложилось на сердце я вот в одном таком университете а я в пяти университетах в институтах вел занятия только восемнадцать лет у нас занятия были очень интересные и люди обращались тут же прямо обращались у нас два поручителя дается каждому с ним теперь занимаются ему указывается на Бога если помнить что у человека два момента которые обязательно должны с ним произойти без этого не будет ничего первое рождение свыше это входит сюда в рождение свыше и тут у него должно быть и крещение Духом Святым под разными именами вот исполненной силой Духа Святого это продолжение этого идет и третье вводимый Духом Божиим должен быть слышать голос Божий вся жизнь о чем говорил Серафим Саровский стяжание Духа Святого в этом все а под это теперь все остальные вопросы вот смотри как Бог открывает рождение свыше православные вообще этого не знают если скажешь на чем мы сектанты какие-то ну как малые дети кто не родится свыше не может увидеть царствие Божие а царствие Божие показывается и грешникам когда они идут по мытарствам выходит что и по мытарствам не идут а кверх ногами и сразу в ад вот как это важно а когда рожден свыше у него и вопросов таких нету что за вопросы Господь сказал я его слушаю у него другой настрой будет он нигде спорить не будет рожденный свыше вообще он не спорит выслушал так а иначе он не обратиться ему сказали все как надо а дальше уже как Бог решит тут не надо мудрствовать вот так спасибо Христос следующий вопрос в контакте поступил от Михаила такабова кто такие Р.Ц.Х.В.Е. пятидесятники Р.П.Ц.Е. Пятидесятники веры евангельской это пятидесятники ну и что кто они такие так это намного позже баптистов это от них все это выходцы есть которые они верят что подтверждение крещения Духом Святым это гласолалия называется говорение на иных языках но они тут сразу же осекаются когда с ними беседуешь скажите а вы понимаете о чем говорится нет это ангельский язык они горгощат как гуси написано поврось не больше двух-трех за время служения они это нету Духи пророческие повинуются пророкам у них не повинуются если он зарядился вот у нас тут Валя Барышникова когда мы были там у пятидесятников она девочки пошла на вокзал провожает и говорит а ты можешь вот сейчас начать на иных языках конечно сейчас только склонимся я буду но здесь нельзя почему я остановиться тогда не могу меня заберут она начинает кричать валяться безобразничать это явно дело не от Бога кто они такие я не разбираю эту аббревиатуру а просто знаю кто такие но они разные от них вышли вот эти харизматы там уже сплошное заблуждение вот он подходит там этот хин бейли там люди опрокидываются падают это падающее христианство называют они где-то видно такое ну а пал перед ними бесноватый ну пал один бесноватый здесь же все бесноватые до одного вальтер у них там вот у меня знакомый тут его в Эстонии вальтерское движение которое говорит ну сказать можно после первого-второго разумления отойди от него вот это у каждой секты что-то свое есть такое мелочность здесь у этих самый сильно развитый блуд самый прозаический блуд у пятидесятников у пятидесятников самое большое число умопомешанных которых прямо с собрания отправляют в психическую больницу самое-самое большое большое количество сумасшествия самоубийство я там был проповедовал мое рождение там было ну в семье это у них не было этого ну а я в собрании с людьми знакомый она касается вот одна женщина там зашла и она не думала слушать то и вот то время ее коснулся проповедник задел ее словами и она каяться начала каяться а он ей сатана в это время говорит каешься а блудка то твоя тебе моряк подарил он сейчас приехал в скандинавии на корабле то тебе подарил и ты с ним блудила она эту кофту прям в собрание срывает она говорит а что срываешь толку то в лифчик все у тебя ты там с другим был он тоже тебя привозил из парижа она лифчик сорвает с тебя он говорит да это мало дела то у тебя волосы то надушенная какими духи то он из парижа привозил то она выскочила во дворе лужа она упала в нее и давай волосы пачкать как будто смешно но именно так и надо теперь ничего сатанинского нету она все сбросила она много видит видите какие ревностные бывают люди это моя родина но при мне этого не было я в доме они именно подарили мне евангелие они первый раз коснулись моей души я у них в собрании не каялся никогда это на дому мы склонились у них у меня книга есть для слова божия нету ну и вот там подробно все описано это книга из одних документов 752 страницы вот такой ответ спасибо 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 вопросы будут так идем дальше тогда пятое возражение сектанта не нужно не нужно особых пасторей для научения верующих каждый может наседать себя и других 1 коринфянам 14 26 и так что же братья когда вы сходитесь у каждого есть псалом у каждого из вас есть научение есть язык есть откровение есть истолкование все сие да будет к назиданию и евреям 3 13 но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне чтобы кто из вас не ожесточился обольстившись грехом колосянам 3 16 слово христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших господу 5 18 19 исполняйтесь духом назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших господу не нужны нам особые пастыри каждый сам иисусом ответ православного в приведенном месте послание коринфянам апостол павел говорит не о церковном учительстве а о особых дарах чрезвычайных существовавших лишь на первых порах церкви христовой о дарах языков откровениях и истолкованиях пророчеств эти дары получали не только апостолы но и некоторые из верующих 1 коринфянам 14 глава с 27 по 31 стихи если кто говорит на незнакомом языке говорите двое или много трое и то порознь а один изъясняй и если же не будет истолкователя то молчи в церкви а говори себе и Богу и пророки пусть говорят двое или трое а прочие пусть рассуждают если же другому из сидящих будет откровение то первый молчи ибо все все один за другим все один за другим можете пророчествовать чтобы всем поучаться и всем получать утешение Деяния 10 глава 44 по 46 стихи дар святого духа излился и на язычников ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога особенно обильно стали появляться эти дары у коринфских христиан которые стали злоупотреблять ими говоря на незнакомых языках к народу или пророчества разом по несколько человек чем произвели беспорядок в собраниях уже в четвертом веке как свидетельствует святой Иоанн Затауст указанные дары прекратились в церкви согласно предсказаниям апостола Павла 1 коринфянам 13 глава с 8 по 10 стихи пророчества прекратиться и языки умолкнут учить и наставлять друг друга христиане могут и должны согласно тому чему учат поставленные церкви пастыри и учителя Иакова 3 1 братья мои не многие делаете с учителями зная что мы подвергнемся большему осуждению 1 коринфянам 12 глава 28 29 стихи и иных Бог поставил церкви во-первых апостолами во-вторых пророками в-третьих учителями далее иным дал силы чудодейственные также дары исцелений вспоможения управления разные языки все ли апостолы все ли пророки все ли учителя все ли чудотворцы эфесянам 4 14 и он поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями кримлянам 10 глава с 13 по 15 стихи ибо всякий кто призовет имя Господне спасется но как призывать того в кого не уверовали как веровать в того о ком не слышали как слышать без проповедующего и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасны ноги благовествующих мир благовествующих благое так ну вот возражение это мы рассмотрели прочитали вопросы именно по этой тематике по этому возражению ну и другие потом уже поступил вопрос другой правда пожалуйста из ютуба некий Сергей Феоктистов спрашивает Игнатия Тихоновича возможно ли ходить в церковь если там не соблюдается правило идет торговля нет десятины хотя я знаю что вне церкви нет спасения что делать спасая спасай душу твою как говорится вы переплываете где-то на корабле и с первой же минуты увидите там что-то неладно бывает на корабле перед идущий рейс был не промыли как всегда это там вырвала потому что качка морская болезнь то другое что делать мне ничего начинай прибираться убери смой собери тебе же плыть то это твой дом и так и здесь а куда идти куда идти никуда не надо Христос обличал пришел как своим считаем один двенадцать тринадцать евангелие от Иоанна и свои не приняли пришел ни к евре ни к филистимлянам но они пошли к какому-то другому нет и он говорит это распинатели это враги засели там ничего не значит обличай а пророки кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предосвестивших пришествие праведника Стефан говорит когда его побивали никогда по-другому не было всегда было так а что должен был делать Иоанн его не слушали говорить пока голову не отрубили так и здесь ты знаешь где-то что-то запиши подумай посоветуй батюшке подойдешь что можно сделать мы когда еще раньше до образования общины приходили несколько священников нашего круга мы стояли у двери здесь ну когда служба-то идет мы там молимся а потом стояли когда тут бывает ранее литургия вторая смотрели а там два или три киоска в церкви в храме Покровский собор город Барнаул и мы никакого выхода не находили как только храм запереть когда все уйдут сложиться купить большой амбарный замок снаружи и объявить что занятия будут во дворе церковном тут двор большой и ну месяц месяц там пройдет или сколько ни о какой торговле уже речи не будет научиться надо творить милостыню плакать просить бога прощения куда завели народ и дальше занятия как будут идти замок снять и там есть цепочка протянутая по одному человеку и закрывать чтобы у двери были стражи это можно людей приучить к Серапиму саровскому подошел один все благословения и он а он ему сразу руку поставил стой куда прешь в борт такой и он тут же упал надо чтобы видеть смотреть кто перед тобой твердо держись это мой дом нельзя так поступать как барсук он любит норы рыть а трошки всякие у него барсук а лиса то этого не делает она к нему зайдет когда его дома нету и везде нагадит а он убрать то не может за нее это она патрикеевна хитрая и она он пыркнет и уходит в другое место и опять роет там а роет всегда там у него выходом несколько это не один день ночами роет и копает вот зашли люди которые нагадили что нам делать фыркнуть и уйти или начинать ощущать а они не учат а ты учи говори обличай запрещай увещевай настой во время не во время и все вы не думайте что это мы вот православные у нас так все гладко нет конечно на нас нападают на нас поносят там ну поносят вороги нам лучшие друзья мы молимся за них и начинаем трудиться просто приучить себя к этому идти некуда совершенно некуда и не надо этого делать все все и христос еще вопросы есть вопрос меня слышно да пожалуйста я честно говоря особо не не увидел какого-то как сказать опровержи опровержение сектантского вот этого вопроса не нужно особых особых пастыря для научения верующих ну да вот тут написано что одних поставил пророками бог поставил пророками других апостолами там и третьих учителями ну нигде же не написано что поставил именно священников учителями и надо ли об этом вообще с ними спорить что дар учительства именно у священников должен быть если говорить про священство то тут важно что они могут таинство преподавать а при чем тут учительство надо ли спорить об этом вообще не спорить, а уверения какие-то иметь. Так, Игнат Тихонович, вопрос понятен? Вот, он как раз и говорит об этом. Наставляйте друг друга каждый день. Здесь речь, кажется, не о таинстве идет. О таинстве-то отдельный будет разговор. Непрерывно об этом сводитесь, у каждого есть псалом. Это все проповедь. Псалом-то как? Какой псалом? Или Давида-псалом, или песнопение, но то и другое надо брать. У каждого есть из вас научение. А какое научение? На каждый день указано, что считать. Я вот не проповедую сейчас, а если попадает в руки, где-то я иду, я маслин составляю проповедь. И здесь славословие. Это дар. Воспеваю благодать в сердцах ваших Господу. А где учительство запрещается? Не запрещается. Поощряется. Если наставляйте, истолкование давайте, даже когда языки были, это все проповедь. Сектанты-то и не поймут, о чем мы говорим-то. Как так проповеди нет? А у нас все это надо говорить. Я сегодня дал служебник на год, сделанный в Жордан-Вилле. Нормально, все. Но все только о том, в какой руке, что брать, как кодить, какого цвета там риза. Проповеди о воскресшем распятом нету. Совсем нету. И он не будет говорить, ему никакого порицания не вынесут. А это наиглавнейшее в Кремлянам 10-17. Гера от слышания, от слышания, а от Слова Божия, не просто от того, что он балагурит стоит. И как-никак, ты, учительство, найди в этих словах. Православный здесь отвечает очень хорошо и показывает. Как это надо понимать? Слово Христово вселяется обильно. Ну как, где у нас обильно оно? Вселяется, как будто живой организм. Со всякой премудростью. Поучаете, выразумляете друг друга. Ну вот, это как раз все и есть. Тут и ответ. Все. Не выходить из этих мест. Спасибо, Христос. Слава Господу. Еще вопросы? Игнать Тихонович. Вопрос. А вот когда священник читает Священное Писание, где слова как раз, как Христос выгонял торговцев и все остальное, и у него на ежедневной основе, даже и на службе, вот эта та самая торговля происходит, не происходит ли у него в душе диссонанс, некая шизофрения, не вырабатывается ли? То есть, когда такое, читают об одном, а в храме происходит противоположное, и это все изо дня в день, изо дня в день. Что происходит в душе у человека? Наша сестра Валентина Шитикова, она подошла к священнику, как раз об этом сказала, его Петр звать, а он говорит, ко всему привыкаешь? Что там происходит? Меня интересует, не это, все время меня интересует страдание Гитлера, было ли у него покаяние, что он думал после Курской битвы. Я столько роликов прослушал, конца крайняя, тут одна серия войны, 96 серий, я их все прослушал. Вот меня что интересует, а это он должен быть, а если нет, тогда и нас не касается. Мы не можем участвовать в этом. Если его Господь коснется, он будет плакать, молиться, что там происходит. В это не надо вникать, я думаю, что во мне происходит. столько я считаю, столько я говорил, знаю, и все равно не такой. Прости, Господи. Еще вопросы? Идем дальше. Шестое возражение сектанта. И без епископского рукоположения законным пресс-фитером может быть тот, кого избрал народ и рукоположила община, как это было с рукоположением Матфея. Диане 1, 23, 26. И бросали жребие о них, и выпал жребие Матфею. И он сопричислен к 11 апостолам. Православный приведенный пример не оправдывает самочинное избрание и рукоположение общиной сектантов-пресс-фитеров. Во-первых, избрание Матфея на апостольское служение совершено не мирянами, не апостолами, а самим Богом. Диане 1, 24. Покажи из сих двух одного, которого ты избрал. Во-вторых, при поставлении Матфея на апостольское служение вовсе не было рукоположения, а был брошен в жребий на одного, кто уже раньше был избран Христом и поставлен число 70 апостолов. Сектанские пресс-фитеры в числе апостолов не были, и Господь по жребию не избрал. Вот вспоминаю случай, поделюсь с вами. Это было в 90-х годах, когда мы уже мы молились на Ползунова, и нас, наши наставники, Игнат Тихонович, благословлял идти к баптистам, побывать у них в собрании. Вот. И пришли мы туда. Ну, уже у них закончилось. Ну, они там общались кто с кем. И к нам подошел такой представительный человек и завязалась беседа. Ну, мы поняли, что он не из баптистов, он тоже у них гость. И по поведению было видно, что-то у него, какого-то он духа, так скажем, принял. Он такой стоит, идет телодвижение его все. У меня, говорит, пастырское сердце, как у апостола Павла. Вот. И апостол Павел не был рукоположен. Ну, такие вот. Оказывается, он был рукоположен «Ананий». Это девятая глава. То есть, мы тогда еще были не так хорошо углублены в Священном Писании. И вот этот момент, «Ананий» девятая глава, когда возложение «Ананий» на апостола Павла было. 9.17, если я не ошибаюсь. И вот к этому как раз возражению, что он является там пастырем, он немножко о себе сказал, кажется, его Игорь тоже звать, но это не так уж важно, как его там звать. И я там у них пресс-витер, у пятидесятников он. И у меня, говорит, пастырское сердце. Вот так вот пример из жизни. Так, ну, вопросы. Так это не было ли миропомазание, как сейчас вот, вовложение рук «Ананий» на апостола Павла? Не было ли миропомазанием? Ну да. То есть, сначала руки возлагали, а потом это трансформировалось в миропомазание таинства, которое вместе с крещением сейчас преподается. Затрудняюсь. «Ананий» пришел к Павлу, тогда Савлу, по вдохновению Святого Духа, по прямому повелению Господа. Да, ну это понятно. Было возглашение рук. Вопрос еще раз уточню. То есть, ты утверждаешь, Виктор, что «Ананий» рукополагал священство апостола Павла, а я как понял, что это был дар Духа Святого, который сейчас преподается в миропомазание. Какой правильный разумение, какое правильное? Да. Именно на служение. Апостола Павла, сам Господь призвал к служению во время явления Его в виде света яркого. Братья, может быть, прочитаем просто. Паша, подожди. Может быть, просто стих прочитать надо, и все. Там написано. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввел, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, к которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». Ну да, исполнился Святаго Духа. То есть, возложение рук тут необходимо. Не то, что, мы к чему это говорим, не то, что они самозванцы, они сами себя избирают, или в народе, о чем здесь сектант говорит, да, что кого избрал народ, рукоположило общим, и все, а именно Бог избирает через рукоположение. Вета передается из век в век, это необходимо, чтобы не было самочиния. вопрос не, на вопрос я не поступил ответа, я не понял. Еще раз, возложение рук Анани, это было рукоположение в священство, либо это было дар Духа Святого он получил, как все получают, когда принимают крещение, а потом миропомазание. вопрос понятен, Виктор? Ну, пусть Игнать Тихонович ответит, я пока задавняюсь. Апостол Игнать Тихонович Вы, братья, начинаете работать. Считайте предыдущие, последующие места, ссылки смотрите. А так я вам говорю, вы проглатываете и тут же забываете. Володя хочет сказать что-то. Дело то, что 18 стихом там написано, что отпал у него чешуя от глаз, он прозрел и крестился. А как он может быть рукоположен прежде крещения? Это в Деянии в 13 главе, когда Господь их избрал на проповедь Евангелия, тогда на них возложили руки. Видите, уже ответ пришел, вы сами чите. Я стою просто наблюдаю теперь. Спасибо Христос. по прочитанному можно еще сказать некое дополнение тире возражения? Пожалуйста. Вам тут же ссылайтесь на Деяния, вам скажет этот сектант, что хорошо выбирал Христос, ну а дальше в пятой или шестой главе Деяния, там, когда апостолы говорят нехорошо нам печься о столах, давайте народ изберите себе испытанных, чтобы они занимались этим попечением, вот, и избирает в том числе первомучника Стефана, там, народ именно избирает. Но мне кажется, что тут важно обратить внимание, что именно не просто народ, а христиане избирают среди своих тех людей, которые дальше идут уже и проповедуют. Вот такой момент. Так тут народ избирал кого? Поваров для чего? Для того, чтобы те слово Божие занимались. А сектанты избирают народ пусть нам в епископов самозванцев. Просто не может епископ выбирать. Не было выборов таких, чтобы епископов себе народ избирал. Это да. Бог ставит одних апостолами, других учителями, пророками. А сам народ ничего. Овцы разве могут себе пастыря избирать из самих овец? Так, еще какие вопросы? почему дальше не рассуждаете? Куда их избрали-то? На что? Вы считайте, еще раз возвращайтесь, не торопитесь. Эти места избрали в числе их, Степан. Куда избрали? Раздавать хлебы, кормить, пироги делить. А мы слава Божьим будем заниматься. На что избрали-то? Не на епископские, а это любой может сделать. Мы этих людей знаем, они не серебролюбивые, все избрали, за него, за него, проголосовали, потом апостолы возложили, руки на них, дьяконы получились, это дьяконское служение. Вы работаете более активно, по ссылкам идите, а так что-то, я вижу, людей-то мало осталось, но все равно есть 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 даже человек, это уже много. Начинайте работать, ищите места, открывайте, я просто на этот случай показываю, куда это идет избрание, а дальше находите сами. Так, есть вопросы еще по прочитанному возражению? Следующее возражение сектанта. Дьяконов поставила на служение сама община. Деяние 6, 3, 6. Итак, братья, выберитесь, из среды себя семь человек, исполненных Святого Духа и Мудрости, и поставим на эту службу. Православный первых дьяконов община избрала по желанию и служению апостолов. Деяние 6, 2. Рукоположение избранных дьяконы совершено было апостолами. Деяние 6, 6. И сии помолившись возложили на них руки. Что же касается высших епископов и пресвитеров, то мы нигде в Писании не видим, чтобы община их избирала. Но апостолы. Деяние 14, 23. Рукоположивши им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, Которого уверовали. 1 Тимофея 4, 14. Не не ради о пребывающем тебе в даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 1 Тимофею 5, 22. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. 2 Тимофея 1, 6. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Прослание к Титу 1, 6. Для того я оставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Таким образом, самовольное рукоположение не оправдывается Словом Божиим, а осуждается. Вопросы? Есть, Игнат Сергей, есть еще одно дополнение. Пожалуйста. Правило Лаодикийского собора номер 5 о том, что выборы священнослужителей должны совершаться только полноправными членами церкви. Не следует забывать, что раннеапостольская церковь посторонних в себя не допускала. Там главенствовали апостолы и ученики Христовы. И поэтому какое-либо сомнение в выборе диаконов на служение по бытовым вопросам не могло сказать вызов сомнение у членов этой церкви. Отошел. Спасибо. Нам церкви не очень апостольские и соборные послания воспринимают, мне кажется. Это для них не аргумент. Ну, это, конечно, не аргумент. Но это, чтобы мы православные знали об этом. это он дополняет. А с ними это беседовать на основании писания именно с сектантами. Да, Тихонич, хочешь сказать? Да, пожалуйста. тут не надо забывать, что в первоапостольской церкви словом пресвитер подразумевался и епископ. Где епископ, там мог быть пресвитер. То есть, четкое определение, кому как, еще не было. Апостольские правила потом поставят. Епископа два или три епископа рукополагают. Это правило первоапостольское. Апостольские правила, их 85. Это надо иметь в виду. Дальше, где здесь говорится рукоположение? Вы эти места выпишите, не сдвигайтесь с места и заучите наизусть. Не так и много. Это основные места писания, говорящие, что без рукоположения ничего нету. А как может дать, что без всякого прикословия меньше благословляется большим? Кевреям 77 говорит. Без всякого. Меньше и большим. А кто меньше-то? Ну, меньше. Больше епископа, меньше пресвитер, еще меньше диакон. Три степени, больше нет. Но в каждой степени они еще разбили. Вот есть рядовой состав офицерский, генеральский. А генеральский генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армии. И у пресвитеров точно так же. Протопресвитер, Ира, монах. Это такой уже в монашности священником является. Ну, так вот распределили. И здесь надо тоже смотреть. Вот эти места указанное рукоположение отдельно обязательно выписать и постараться запомнить, где и о чем сказано. Сектанты на каждом из этих вопросов ничего ответить не могут. Нету. У них ничего нету. Но мы так переходим, постепенно это доказываем. Все. еще вопросы. Идем дальше тогда. Так, восьмое возражение сектанта. Сергей. Матфея 23-6-7 также любят предвозлежание напишества и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. и чтобы люди звали их учитель, учитель. Православный. У евреев во время пира или званого обеда участники трапезы не сидели за столом, а возлежали, то есть полулежа. От Матфея 9-40. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. От Матфея 14-9. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. От Луки 22-14. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним. Возлежал Христос и во время тайной вечери. Евангелие от Матфея 26-я глава 20-21 стихи. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они еле сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Наши же священники за трапезой сидят, они возлежат, и в синагогах не бывают. возражения сектанты, возражение против наших священников, они хотят направиться. я так понимаю. как бы в обличении им. Да. Что они возлюбили более славу человеческую, любят эти предвозлежания, напевшества, председания, чтобы звали их так учитель, учитель, да, как бы в обличении. нет. Ну да, им надо ответить, а сейчас их синагог уже нету. Чего вы это место берете-то? Наши с попы в синагоги не ходят, не возлегаются. Но они в народных собраниях бывают-то, наверное. Братья, я скажу одно. Можно сказать, да? Да, пожалуйста. Что это не в тему приведено вообще местописание-то. Речь-то о другом же идет. Ну, понятно, что не в тему. Что? Да, да, что еще? Может, даже вообще не стоит объяснять, сказать не в тему и все приведено. Ну, объяснить-то можно, конечно. Ну, как не в тему-то? Те любили предвозвижение, и ваши попы любят предвозвижение. Чего тут не в тему-то? Тоже у них надменный вид такой, не подъедешь к ним ни на чем. Чего не так-то? Мы какую тему разбираем-то сейчас? священство не надо нам ваше. Мы сами с усами. Такие попы надменные на дух не нужны, и Господь об этом говорит. Я как сектант сейчас отражаю. Зачем такие попы, которые любят только славу человеческую? Они ради славы это любят. Чего они могут научить? Здесь речь идет о священстве, о рукоположении, а не о чужих каких-то либо грехах, о человеческих. Мы ведем по Писанию, что об этом священном Писании говорит о рукоположении. Ну согласен, Валерий, да. Что я должен теперь грешному попу идти, ему грехи свои открывать, что ли? Он такой же грешник, как Усен ко мне идет, да. тем более он подряс погоны. Да. Ему надо передо мной сектантом каяться. Чего родится? Кто его поставил? Апостолы уже умерли. Кто его поставил? Попа этого? Сталин с Берией? Ну что замолчал православный отвечает? Речь идет о нормальных правильных священниках. А ненормальных я-то привел место ненормальных любят предотвижения в синагогах. Это же есть у вас. Этих куда девать? Что с ними делать будем? Если Бог поставил священников то они все должны быть правильными. А где эти? Значит не Бог их поставил а раз их Бог не поставил значит они может не нужны вообще вовсе. А в Ветхом Совете Господь избрал себе священство? Ну а сейчас мы священники сами себе это написано мы священство святое народ избранный в удел сейчас новый завет что ты мне по Ветхому то все уже мы новая тварь православные умылись вот этого только не надо вот этого говорить я сразу сейчас пойду Тут Остапа понесло Мы новая тварь же Игнать Тихонович Вопрос то такой вот этого пригласили тут сектанта он вам намылит шею значит вернуться назад надо будет следующее занятие на этом прекратить отложить беседу попросить его прилетти на следующий раз этого сектанта а сами хорошенько то что прошли начинайте и параллельно места выискивайте и здесь взята только конструкция найдите еще более сильные стихи и он спорить не уже не будет тогда вот мое предложение такое пока не на чем остановиться дальше не идти это 6 7 8 пункт особенно сильные помолимся сэр и сэр Без искления Бога, Слово родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Помолитесь, Игнать Ихмич. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием, дабы восславить Твое святое причистое имя. Хвала Тебе за воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью, над тьмою, над злом. Мы желаем быть сотрудниками в этом деле обращения людей к истине. Вразуми, наставь, коснись Духом Святым многие из сердца, которые еще не знают Тебя. Покажи, Господи, где Ты можешь употребить нас, и на каком месте будешь искать нас, когда придешь с ангелами, с великой славою. Умудри, если угодно Тебе, то и во сне продолжено учение. А Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Слава Богу. В четверг встречаемся. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.